Премьер-министр Афганистана Сардар Мухаммед Дауд нанес визит в Кремле председателю Совета Министров СССР Никите Сергеевичу Хрущеву. Премьер-министр Афганистана приехал в Москву по приглашению советского правительства. Между Никитой Сергеевичем Хрущевым и Мухаммедом Даудом состоялась сердечная беседа по вопросам развития дружественных отношений между СССР и Афганистаном. Шесть дней продолжалась в Большом Кремлевском дворце работа Третьего съезда писателей СССР. В съезде участвовали советские писатели, съехавшиеся со всех концов страны, и зарубежные гости. С докладом выступил первый секретарь правления Союза писателей СССР Алексей Сурков. Участники съезда обсудили задачи, стоящие перед писателями в наше волнующее время, полное пафоса коммунистического строительства. С большой речью выступил Никита Сергеевич Хрущев. «Третий съезд писателей нашей страны собрался в необычное радостное время великого всенародного подъема, который переживает наша Родина. Она вступила в период развернутого строительства коммунистического общества. В приветствии Центрального комитета Коммунистической партии, которые здесь только что зачитали, высказаны самые искренние пожелания одному из передовых отрядов советской творческой интеллигенции, нашим писателям, инженерам душ человеческих. Партия «Советский народ» высоко ценит большой и очень нужной стране труд писателей, композиторов, художников, работников кинематографии и других столь же замечательных отрядов советской творческой интеллигенции. Коркинский разрез на Урале, где открытым способом добывают уголь, самый глубокий в стране. Разработки ведутся в 220 метрах от поверхности. Недавно здесь закончили техническое переоснащение, и это еще более повысило уровень комплексной механизации. В разрезе начал работать первый шигающий экскаватор, сделанный на Урал-Маше. Машинист Тихон Власович Коржев и инженер-механик Семен Александрович Плеханов управляли этим экскаватором, когда он прокладывал Волго-Тонской канал и работал на других крупных стройках. Теперь знаменитый шигающий вернулся на свою родину, на Урал. Производительность рабочего здесь почти в 7 раз больше, чем в шахте. Себестоимость вдвое ниже. Добыча угли открытым способом будет широко развита в семилетии. Мы вам сейчас расскажем о замечательном примере содружества советских и английских медиков, приехавших в СССР для обмена опытом. Среди них изобретатель аппарата искусственного кровообращения профессор Милроуз и профессор Холлман. Академик Бакулев, один из пионеров советской хирургии сердца. В первой градской больнице лежала девочка, которой надо было исправить врожденный порог сердца. Советские хирурги, успешно сделавшие здесь тысячу операций на сердце, вместе со своими английскими коллегами вступили в битву за жизнь человека. На время сердце девочки было остановлено. Пока делали операцию, работал аппарат искусственного кровообращения. И вот наступил момент, когда исцеленное сердце вновь забилось. Операция прошла успешно. Как видите, девочка чувствует себя хорошо. Она будет жить. Как много могут сделать люди разных стран, если их объединяет любовь к человеку. Четыре агрегата Сталинградской гидроэлектростанции уже дали стране более двухсот миллионов киловатт-часов электроэнергии. Работы на ГЭС не прекращаются ни на один день. Строители дали слово пустить этот электрический гигант на полную мощность в 1960 году, значительно раньше намеченного срока. Недавно здесь была одержана большая трудовая победа. На год раньше срока подготовлены к навигации крупнейшие в стране судоходные шлюзы. Шлюзы Сталинградской ГЭС пропускают суда одновременно вверх и вниз по Волге. Как спешат эти утки! Еще бы! Они торопятся к воде! И сколько их! Рисоводческий совхоз приморского края Даубихинской занялся разведением водоплавающей птицы всего лишь три года назад, а достиг он очень многого. Тогда было всего 700 уток, а теперь их уже более 400 тысяч. Работники передового хозяйства, возглавляемые директором совхоза Константином Константиновичем Грииновым, дали слово вырастить в этом году миллион уток. Не оторвешь глаз от садов Закарпатья в пору весеннего цветения. Урожай в колхозе имени Сталин обещает быть хорошим, но для этого надо еще немало потрудиться. Бригада девушек предохраняет деревья от вредителей. Колхозные садоводы Василий Михайлович Криволап и Николай Михайлович Попович в эти дни с утра до вечера в саду весенний день год кормит. Минувшую осенью колхоз получил от своих садов почти 7 миллионов рублей дохода, а нынче надеется получить еще больше. Одно из примечательных явлений нынешней московской весны декада искусства и литературы солнечного Азербайджана. Среди театральных и концертных коллективов Братской Республики, приехавших в столицу, государственный ансамбль песни и танца Азербайджанской ССР. Азербайджанской ССР. Азербайджанской ССР. Азербайджанской ССР. Продолжение следует...